Нагорная проповедь Нагорная проповедь Нагорная проповедь все тексты, относящиеся к этой теме. И вот мы подошли к заповеди Ишуа в пятой главе от Матфея, где он говорит, «Не клянитесь ни небом, ни землей, ни храмом, ни даже волосами, потому что все это не в вашей власти». И мы видим, что в конце Евангелия Ишуа поступает по тому же самому принципу. Когда его спрашивают, «Ты ли Машех, Сын Всевышнего?» Он не отвечает «да» или «нет». Он не клянется, и его ответ ни к чему его не обязывает. Он говорит «вы говорите» или «ты так сказал». Мы видим, что как Ишуа учит, так он и живет. Он учил не клясться, не давать обетов и, соответственно, он этого не делал, даже относительно определения своей личности. Потому что даже когда его спросили на суде римского наместника, «Ты ли Машех?» Он ответил, «Ты так сказал». Спросили, «Царь ли ты?» Он ответил, «Ты сказал». И тот же принцип мы можем видеть на протяжении всей Нагорной проповеди, в том числе, когда он говорит про развод. Мы изучали эту тему в прошлый раз. Следует смотреть на все тексты, и лишь сравнивая все тексты, можно принимать окончательное решение. И сейчас мы приблизились к одной из самых сложных тем из Нагорной проповеди, на которой многие люди спотыкаются, и эта тема на латинском называется «Лекс Талионис». И это связано с 38-м стихом 5-й главы Евангелия от Матфея. В тексте написано так. Я читаю из Матфея 5-й главы, 38-й стих. «Вы знаете, что было сказано глаз за глаз и зуб за зуб, а Я говорю вам, не мсти тому, кто причинил тебе зло. Если ударят тебя по правой щеке, подстави и левую». Многие люди спотыкаются на этом, потому что они думают, что Иешуа говорит, что тот, кто пришел тебя избить, отрезать тебе руку или выколоть глаз, да, ему выколоть и второй глаз. Но когда мы проверяем все тексты, связанные с этой темой, мы видим, что здесь не говорится только об одном месте в Торе. Есть много мест в Торе, где говорится «глаз за глаз», и принцип достаточно простой. Принцип такой, что если приходит некто и бьет тебя по голове или отрезает тебе руку, ты не можешь потом прийти и убить его. На суде ты должен принять соответствующую компенсацию, если пострадал глаз, то в размере своего глаза и не более того, если зуб, то в размере зуба и не более того. И мы видим, в период второго храма, в период Иешуа и его учеников, среди раввинов есть очень много споров по этому поводу. Что здесь имеется в виду? Центральный текст, который толкует и объясняет Иешуа, это текст из книги «Исход», второй книги Торы. 21 глава, где мы читаем на эту тему. Мы прочитаем исход 21 глава, стихи 23 и 24. Прочитаем с 22-го стиха. Если мужчины во время драки заденут беременную женщину и у нее будет выкидыш, но сама она не умрет, то пусть виновный заплатит за выкидыш столько, сколько назначит муж этой женщины. Давайте сначала рассмотрим 22-й стих. Если подрались два человека физически, надавали друг другу тумаков, и мимо них проходит беременная женщина, просто проходит случайно, и они кидают что-то и задевают женщину, и у нее происходит выкидыш, она теряет ребенка, что тогда делать? Может прийти такая мысль, что если она теряет ребенка, нужно убить обоих дерущихся мужчин. Но в тексте предписано совсем другое. Там написано, что муж той женщины, понятно, что если эта женщина беременна и она чистая, не падшая, то у нее есть муж, Так вот, ее муж должен назначить цену за этого еще нерожденного ребенка, и они должны будут заплатить эту цену за этого ребенка, который умер в результате выкидыша, когда женщина получила травму в результате их драки. Здесь есть три вещи, на которые нам следует обратить внимание. Во-первых, это произошло ненамеренно. Двое мужчин дерутся, проходит женщина, получают удар непреднамеренно. Женщина не была предметом той ссоры. Тогда муж женщины назначит компенсацию в размере ценности потерянного ребенка. То есть, будет определенное наказание людям, которые стали причиной этой катастрофы. Но наказанием не будет смерть этих мужчин. Наказание будет для них то, что они обязаны будут заплатить. Следующий стих нам разъясняет эту ситуацию. А если женщина умрет, то ты должен отдать жизнь за жизнь. Глаз за глаз, зуб за зуб, за руку рука, за ногу нога. Это имеется в виду. То есть, если будет катастрофа, и ребенок умрет, то будет мира за меру. Мира за меру – это центральный принцип, действующий в Новом Завете и Танахе. Если будешь делать добро, получишь добро. Будешь делать зло, получишь зло. Не простишь – не простят тебе. Все один и тот же принцип. Мира за меру. И здесь, в Торе, мы видим, говорится душа за душу, глаз за глаз, рука за руку, зуб за зуб, нога за ногу. Это имеется в виду. Но нам нужно продолжить читать текст в 25-м стихе. Ожог за ожог, рана за рану, ушиб за ушиб. Если хозяин ударит раба или рабыню и повредит им глаз, то за этот глаз он должен отпустить их на свободу. И если хозяин выбит зуб у раба или рабыни, то за этот зуб он должен отпустить их на свободу. То есть, предположим, что здесь говорится про глаз раба. У кого-то есть раб, и этому рабу выбили глаз, то что нужно сделать? За свой глаз раб покупает свою свободу. Он становится свободным. Он не выбивает глаз своему хозяину или второму работнику, который работает там, но тот раб выходит на свободу. Это контекст книги «Исход». Но есть также и другие места, где говорится про этот принцип «глаз за глаз». Второе место в книге «Левит», 24 глава, стихи 19-20. И важно понять, что когда Ишуа говорит «сказано вам», нужно смотреть на полную картину, связанную с определенным вопросом. Говорили об этом, когда говорили про прелюбодеяние. что делать, когда прелюбодействует женщина и что делать, когда прелюбодействует мужчина. И Ишуа понимал, что прелюбодеяние это не просто сексуальный акт, но как в Торе, так и в пророках есть прелюбодеяние сердцем, глазами, и поэтому заповедь «не прелюбодействуй» он толкует намного более широко, чем сексуальная измена. Он говорит, что достаточно посмотреть на женщину с вожделением и ты уже прелюбодействовал сердце своем. Если ты посмотрел так, что в воображении совершил прелюбодеяние, и также относительно глаз за глаз. Ишуа смотрит на всю картину, а вся картина это когда мы проверяем все тексты, относящиеся к этой теме. Второй текст, который мы посмотрим, находится в Левит, глава 24, с 19 по 20 стихи. И здесь также формула написана так «Кто убьет скотину должен заплатить за нее скотину за скотину. Если кто-то убивает чью-то корову, то за нее нужно заплатить корову за корову, козла за козла, барана за барана, курицу за курицу». Он должен заплатить цену той скотины. «Но до этого написано «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти». То есть если человек убил человека, то убивший другого должен умереть. Но не следует забывать также о том, что в Израиле и в Торе есть города-убежище левитов. Шесть городов-убежищ, три города со стороны Иордана, три города с другой стороны Иордана, и тот, кто убил непреднамеренно, может убежать в город-убежище, и пока он там находится, никто не может причинить ему вред. Но принцип остается тот же, душа за душу, и человек, который убил другого человека, смертью умрет. однако, больше этого ничего не должно быть сделано. За животное заплатят, а за человека скорее всего убежит в город-убежище. А сейчас, 19-е и 20-е стихи, кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому нужно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Мы здесь видим полную картину, и картина говорит, что есть случаи, когда Тора говорит глаз за глаз или зуб за зуб, но в этих случаях речь идет об ограничении наказания, то есть, если кто-то выбил тебе глаз, ты не заплатишь цену зуба. И так это понимали раввины во времена Ешуа и не только Ешуа. Я сейчас прочитаю вам из Вавилонского Талмуда. Глаз за глаз сказал Бог. Но неужели это буквально? То есть, нужно выбить другому глаз. Ты что, с ума сошел, говорят раввины? Мы учили, что если один другому выбил глаз, что же теперь того тоже сделать слепым на один глаз? Или если отрезал ему руку, неужели тоже отрезать руку в ответ? А если сломал ногу, то и ему теперь ломать ногу? Нет. За ущерб нужно заплатить сумму, то есть заплатить человеку компенсацию. В книге чисел 31 главе мы видим, что если человек убил кого-то, то невозможно заплатить за этого человека. Но если он отрезал ему руку, ногу, выбил глаз, зуб, что бы ни было, за это он заплатит деньгами. И мы ясно видим это в прочитанном нами тексте, исход 21 глава. Муж женщины скажет тем, которые дрались, какую цену они должны заплатить за нерожденного ребенка. то, не тушь. но если он не он 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 И здесь раввины учат, что говорится о выплате. И здесь раввины учатся о выплате. И здесь раввины учатся о выплате. И здесь раввины учатся о выплате. Но твоя ответственность в том положении, в котором ты находишься, не ответить злом на зло. Не дать злой ответ на зло. Почему? Тот, кто приходит и дает тебе пощечину, ударяет по лицу. Что он хочет сделать? Он хочет показать, что он сильный, а ты слабый. Он хочет устыдить тебя. Он хочет унизить тебя перед твоим окружением, перед людьми. И тогда, если ты попытаешься ответить ему тем же, то ты не лучше его. Но если ты покажешь, что ты сильнее его, что ты можешь вытерпеть пощечину и еще одну пощечину, ты показываешь, что он не ослабляет тебя. Тебе все равно. Тебя это не ослабляет. Наоборот, ты достаточно сильный для того, чтобы подставить ему вторую щеку. И это не что-то новое, что выдумал Ишуа. Этот принцип уже существовал в Танахе, в книге «Плач Иеремии». И она рассказывает об огромной трагедии. Разрушение храма, первого храма. И там написано «Тому, кто приходит устыдить тебя, подставь ему и вторую щеку». Ишуа не придумал это сам. Он приносит учение, которое у нас есть. В книге «Плач Иеремия», в третьей главе, в тридцатом стихе, написано, что «Тому человеку, который пришел, чтобы дать пощечину, нужно подставить и вторую щеку, чтобы тому было стыдно. ему будет стыдно. Он ударит тебя, а ты достаточно сильный для того, чтобы показать, что тебе все равно, что ты способен подставить вторую щеку. И тогда ударившему будет стыдно. Почему дают пощечину? Дают пощечину, чтобы устыдить человека. Не для того, чтобы выколоть ему глаз. И в Нагорной проповеди Ишуа говорит, что «мера за меру». Этот принцип «глас за глаз» прежде всего учит нас ограничивать причиняемый вред. То есть, если кто-то причинил тебе вред, как учили раввины в тот период времени, он заплатит тебе за глаз и не более того по закону. И ты не возвратишь ему зло. Покажешь, что ты сильнее его, когда скажешь, и вторую щеку «мой господин, я могу» и это принять. Он не говорит, что тебе делать после того, как тот ударил тебя по второй щеке, но делает еще шаг вперед, дает более глубокое объяснение. Тот, кто захочет твою рубашку, тот, который захочет, чтобы ты с ним шел поприще, милю, километр, иди с ним два. В чем здесь весь смысл? О чем он говорит? Нам трудно понять, потому что мы, как обычно, не помним, какое было положение в Израиле в тот период. Римляне правили в стране, народ израильский не был независим в тот период. И у римлян был закон, который назывался Ангария. Тот, кто говорит на турецком, арабском или латыни, или греческом, может понять этот термин. Ангария значит бесплатно. И закон, закон государственный, царский, если приходит царь и говорит тебе, возьми мой чемодан и иди со мной километр, ты обязан это сделать. Если приходит офицер римской армии, римского легиона, и говорит тебе, неси мой щит, ты должен сделать это. До 24 часов правительство, царь, государство могли взять тебя, работать на них бесплатно. Это для того, чтобы показать, в чьих руках власть, показать, кто контролирует положение, показать, что ты под властью, и ты обязан это сделать. Это был римский закон. Ешуа также использует Ангария. В 19 главе Евангелия от Луки, где он говорит ученикам, идите на Масличную гору, отвяжите осла, возьмите его, приведите ко мне этого осла. И если кто-то спросит у вас, что вы делаете, что вы ответите ему? Он нужен Господу. Этот осел нужен Господу. И хозяин отдаст его вам. Это тот же закон Ангария. И здесь Ешуа говорит им, господа, это нормально использовать закон Ангария. Если римский воин приходит и говорит, дай мне твою рубашку, пристыдите его, скажите ему, возьми и мою верхнюю одежду. И если он скажет вам, иди со мной километр, неси мой щит и чемодан, скажите ему, мы достаточно сильны пронести этот груз два километра. Этот принцип очень связан с историей и политикой, которая была в Израиле в тот период времени. Мы продолжим учение от Матфея на следующем уроке. До свидания. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Продолжение следует...